Они позволят туристам забрать с собой воспоминания о городе на Волге. В Самаре на главной пешеходной улице Ленинградской устанавливают павильоны, в которых будут продавать сувенирную продукцию. Ярмарочные домики планируют сделать целой галереей. Однако в администрации зафиксировали жалобы от жителей города. Усилить контроль за обращениями жителей ранее всем ведомствам поручил временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носхов. Представители городского департамента экономического развития и торговли своевременно отреагировали на жалобы самарцев в соцсетях и приехали проконтролировать процесс установки ярмарочной галереи. Действительно, жалобы поступают, мы каждую отрабатываем. Но здесь особое внимание хотелось бы уделить, что, первое, наш департамент контролирует каждый процесс установки этих павильонов. И второе, надо дождаться завершения этих работ. Потому что мы вот сейчас присутствуем на площадке, мы с вами видим, что еще какие-то замечания устраняются, и работа еще не принята. Это временные трудности, к сожалению, жители с ними сталкиваются, но в дальнейшем наш город из-за этого преобразится в лучшую сторону. По словам Игоря Ларионова, ничего нового на улице не строят. Это будут торговые точки с сувенирной продукцией просто в обновленном дизайне. Работы ведутся в рамках формирования туристического кода города. Также в Самаре уже установили информационно-справочный центр около речного вокзала и логистические указатели, которые получили название «ВИХи». Цель возведения ярмарочных домиков – тоже привлечение туристов. Сегодня ведутся работы по внутренней отделке и установке павильонов на место их базирования. Все планово идет. Работы по установке планируют завершить до конца ноября. Полина Чулякова, Николай Сидоров, События.